Секреты здоровья и красоты Приворотная магия Приворотная магия Как она работает? Что это за энергия такая? Наверное, стоит сказать, Оля, сразу же, религиозным слушателям, что это не опасная и не враждебная среда. Приворотная магия – это когда женщина не пуста. Это не тогда, когда кого-то присушивают, привязывают, в оковы запутывают. Вот это как раз чёрная магия, она, кстати, порицалась в старину, в обязательном порядке порицалась, в древности считалась непотребством, ни в коем случае нельзя делать. А когда женщина насыщает, наполняет себя необыкновенными, аномальными видами энергий, и к ней начинают притягиваться не только мужчины, а в принципе великолепные возможности жизни. То есть получается, что женщина, она сама становится приворотной, да, то есть она таким образом трансформируется, что вокруг неё всё начинает работать на неё, обращать внимание на неё, да? Да, как медовый цветок, который приглашает пчёл к себе, да? Женщина, как цветок, полный пыльцы, нектара обожения, говорилось в старину. И вот этот нектар обожения, он присутствует далеко не в каждой женщине. То есть с этим не рождаются? Нет, с этим не рождаются абсолютно. Каждый ребёнок умеет привораживать только свою маму. На мужчину, у ребёнка рождённого, диапазон той же самой аномальной, сверхчеловеческой активности начинает работать где-то в течение года. Но если рождён мальчик, его диапазон энергетических волн и звуков, и биохимических выбросов, эфирных соединений, он будет рассчитан только на противоположный пол. Если рождена девочка, деятельность аномальных искусств малыша будет рассчитана тоже на противоположный пол, то есть на мужскую категорию. Марина, ну если вы сказали, что в принципе женщина с этим не рождается, но задатки природные есть, раз ребёнок уже проявляет определённую энергию на противоположный пол, значит задатки есть, нам их нужно только развить. Способна ли это сделать любая женщина? Или для этого особый дар нужен? Это можно развить. И если существовали богини любви, вдумайтесь, во всех мифологических проекциях любого народа существовали богини любви. То есть женщина, которая, придя в некое существующее поле действительности, сразу же начинает притягивать к себе вот этот эликсир любви, обожания, восторга, которая просто впечатляет всех настолько, что готовы делать подвиги, да, вот они рыцарские подвиги Европы, женщина, ради которой горы разрушают. Ну чем она так притягательна? Вы можете нарисовать некий образ вот этой женщины? Могу. У этой женщины есть три основных силы. Три. Первая основная проекция в системе приворотной магии – это любознание. Это когда ты делаешь всё, чтобы быть интересной для мужчины. А значит, ты его изучаешь, ты изучаешь его интерес, да, и развиваешься сама в связи с этим интересом. Вторая линия, которую стоит развить – это любование. На сегодняшний день женщины все практически в отворотной программе. Почему? Потому что они хотят, чтобы любовались только ими. Так вот, любование – это восхищение. Как мало женщина сегодня восхищается своим мужчиной? Как мало женщина восхищается чужими мужчинами, работающими в офисе, делающими с ней одно дело, да, которые зарабатывают общую денежку на предприятиях, а восхищения нет. А вы знаете, наверное, потому что женщины боятся это делать. Так восхищение – это не значит ложь. Восхищение – это не значит лебезить. Нет, мы не боимся лгать. Мы боимся, наоборот, истинно выражать свои чувства и эмоции. Вот в чём дело. Почему? Страх. Непонятно какой. Так мало искренности. Да, меня не поймут, меня осудят. Так это же элемент культуры. Любование, восхищение – это же культура. Вообще-то культурно восхищаться данностью человека, если она в нём есть. И не надо восхищаться тем, чего в человеке нет. И не надо лгать, а надо быть искренней. И третий вид, который женщина должна развить в себе и наполнить – это лиленье. Лиленье – это обласкивать взглядом, улыбкой, эмоцией. Лиленье – это поухаживать, озаботиться. Заботиться. Заботиться мы умеем. Но делаем это настолько утомительно, что либо сами утомляемся, либо утомляем тех, о ком заботимся. И чрезмерно, неправильно. А потом начинаем обижаться. Я вот забочусь, забочусь, обо мне не заботятся. Я говорю сегодня о обывательнице, о рядовой женщине. Но если сгармонизировать все вот эти три направления, уверяю вас, начинает выделяться колоссальное поле энергии, которое можно назвать охватным. Потом, когда на все твои волны уже начинается ответная реакция, вот здесь идёт наполнение так называемой магнитной энергии, магнитической энергии, и ты становишься уже приворотным источником притяжения. Как я сказала вначале, не только для мужчин, а ещё и для лучших предложений жизни. А есть какие-то секреты и хитрости, как научиться чувствовать мужчину? Ну, хотя бы вот на самом обычном бытовом уровне. Есть такое понятие – густая тишина. Густая тишина – это нет рыбковых движений, нет лихорадочных эмоций, нет лихорадочных слов. Если ты будешь находиться в этой густой тишине, прислушиваясь, именно причувствываясь, приощущаясь к миру, буквально кромочкой кожи, именно так, поверхностным составом своей кожи, то ты будешь всё знать, ты будешь всё понимать, ты будешь всё понимать о всех своих родственниках, ты будешь всё понимать о всех своих знакомых и приятелях, ты будешь всё понимать о текущем дне. Если ты будешь находиться в этой густой тишине, это магическая практика. Это магическая практика из культа древних обавниц. А древние обавницы были Василисами Премудрыми, на примере которых мы до сих пор детям сказки читаем. И, наверное, для женщины очень важно сохранить не только ту душевную теплоту, о которой вы говорите, но и, наверное, какие-то внешние характерные черты её красоты, молодости. Женщина всегда должна быть привлекательной. Может быть, это тоже из основных её задач в этом мире. Есть ли секреты у древних обавниц для сохранения именно проявленности своей женской в этом мире? Да, есть. Например, древние обавницы носили на руке, иногда на ножке, бубенчики. Маленькие бубенчики, очень чутко звенящие. Но движения должны быть рассчитаны так, чтобы бубенчики не звонили. Не дребезжали. То есть речь идёт о плавных движениях, которые не сразу натренируются. То есть это как тренажёрчик такой, да? Да. Дальше. В культе древних обавниц сказано, что у древней обавницы глаза не должны быть пустыми. Когда я смотрю на кого-то, то вторым фоном идёт волна другой информации о том, что ты мне нравишься, я тебя люблю. И давай ты будешь мирным, покладистым, давай ты будешь заботливым. Ведь это и есть статус мужчины. Второй фон надо развивать. Второй фон мысленной подачи. У Василис Премудрых не должны быть остановленные губы. Губы должны быть живыми. Буквально, да? Если мы посмотрим на живой цветочек на поле, мы заметим, что его лепестки всё время шевелятся немножечко. Они не дёргаются, они шевелятся слегка, еле-еле, еле заметно. И это губы приворотной дивы. Вот это элементы чудотворного искусства. Буквально чудотворного. Знаете, нашим современницам может показаться, что это ерунда какая-то. Нет, не ерунда. Это всё импульсы, это всё энергия, совсем другого рода энергия, совсем другого поля насыщенность появляется. У приворотных див энергетическое поле движется с правой руки на левую сторону. А у всех обыденных людей, которые суетятся, которые делают просто свои привычные дела, поле движется слева направо. Смотрите, слева направо – это неправильно. Справа налево – правильно, если мы хотим пригласить мир к общению с собой. Марина, вы как исследователь древнеславянской культуры, наверное, все эти знания применяете на практике. Да, конечно. Может, в этом секрет вашей красоты и неувядающей молодости, я бы сказала? Я не скрываю свой возраст. Мне далеко за 50, но дело даже не в этом. Дело в том, что я действительно перестала стареть после того, как познала культ приворотных див. Мы не стареем. То есть те, у кого с правой руки на левую сторону движется поле, у кого совсем другие виды энергий, они не подвержены человеческим недугам. То есть это что-то свыше. Не зря начинаешь вспоминать мифологию о том, что богини были вечны. А бавницы считались богинями любви. Марина, а это естественно не стареть? Это естественно. Тем более, что мы знаем, что наше тело рассчитано… Учёные генетики подсчитали, что женское тело рассчитано приблизительно на 350-370 лет. Вы знаете, я думаю, что такой срок жизни нам сейчас не даёт природа, потому что мы к этому не готовы. Мы не будем знать, что делать всё это время. Мы очень эгоистично относимся к жизни и поэтому не живём 500 лет. Всё правильно. Именно потому, что мы слишком замкнуты на себя. Все энергии, которыми нас наделили высшие небеса, мы поглощаем внутри себя. Результат – обиды, хула, зависть. Всевозможные отрицательные сбросы энергетические, эмоциональные. Отсюда разрушение, ветшание, старение. Потому что такая антенна, такой излучатель не должен жить. Марина, тогда в заключение, может быть, несколько советов для наших женщин, как всё-таки стать хоть чуточку приворотной. У древних обавниц очень много практик с воздухом и с водой. И я бы, наверное, для начала всем, кто хочет, чтобы приворотное зелье всё-таки появилось в теле, я рекомендовала бы заговаривать любой вид воды. Неважно, какой это вид воды – чай, кофе, я сейчас объясню, чай, кофе, суп, в конце концов, просто стакан воды, ванна, душ, принимающий озеро, в которое ты входишь летом. Любой вид воды нужно заговаривать. Ладошки, когда ты набираешь для умывания себе водичку, тоже надо заговаривать. Что значит заговаривать? Во-первых, воду желательно размешивать справа налево. Люди сегодня размешивают воду наоборот, слева направо. Опять же, чертовщина. Слева направо – неправильно. Справа налево – наше дело правое. Размешивайте сахар, размешивайте соль в супе таким же образом. Но при этом ровно в середину вот этой вороночки, которая крутится в воде, в ванне или в тазу, где бы то ни было, ровно в середину этой вороночки направляйте звук своего голоса и очень густым, очень волнующим, очень насыщенным голосом ожидания, неги, любви, страсти, если хотите. Именно таким насыщенным голосом нужно говорить «Любимый мой, я с тобой», «Любимый мой, будь со мной». Всего лишь вот эти две строки. Это древний перевод старинного зова. «Любимый мой, я с тобой», «Любимый мой, будь со мной». И неважно, если женщина одинока, вот такая ритуальность обязательно, достаточно быстро, ну приблизительно дней через 40 уже притянет любимого. Если женщина, скажем так, в сером браке, когда отношения уже устали, увяли, раздражёнными становятся, рыхлыми, неинтересными, отношения оживятся в браке. Это удивительное искусство, но я рекомендую попробовать именно с этого. Ну а дальше ищите меня. Спасибо огромное, Марина, за интересную беседу. А я с вами прощаюсь и, как всегда, увидимся ровно через неделю. Любите себя, любите друг друга и проявляйте свою любовь в этом мире. Пока-пока. Историко-славянистам, эзотерическим исследователям мистицизма Мариной Крымовой всегда новая информация, всегда рецепты успешного роста и методы перемен жизни. Имея длительный опыт работы в залах, Марина Николаевна с каждым говорит в отдельности. И для каждого слушателя всегда есть личная информация, созвучная только с его интересами. Недаром говорят, учитель приходит, когда ученик готов. Творческая встреча с Мариной Крымовой «Счастье» ручной работы состоится в Вежевске в кинотеатре «Удмуртия» 16 и 17 мая в 18.30 и 18 мая в 12.00. Подробности по телефону 8 922 511 69 81. Субтитры создавал DimaTorzok